Всем привет! С вами снова я Оля. Добро пожаловать на мой YouTube канал и спасибо, что открыли это видео. Если вы зашли ко мне впервые, предлагаю подписывайтесь и нажимайте кнопку колокольчик для получения уведомлений о выходе моих новых видео. Сегодня видео по запросу. Меня просили снять видео об ароматах, которые пахнут орехами или с ореховыми нотами, с таким вот уютным теплым ореховым звучанием. Я люблю эту ноту, специально ее, по ней я не выбираю ароматы, но так получается, что во многих моих ароматах есть эта нота. Аж 15 флаконов. Ну что, я разделила по видам орехов, там мускатный орех, миндаль, каштан. И давайте начнем с миндаля, потому что у меня ароматов с этим орехом больше всего. Аж 6 ароматов. И давайте начнем вот с этого. Каролина Эрера, Good Girl. Вот такая туфелька. Флакон уже претерпел много хейта. Я тоже, наверное, в том числе, в числе ругателей, тех, кто ругает этот флакон. Даже хотела отдельное видео когда-то снять про его красоту, когда он только вышел, но сдержалась. Аромат прекрасный. На самом деле аромат очень приятный, вкусный. Он здесь такой орехово-туберозно-шоколадистый. Какой-то такой аромат, который пахнет вроде бы и какао, и все очень ярко здесь. И миндаль здесь нецианидный. Он как будто миндаль, ну, типа там шоколаде. Вот как-то так он звучит для меня. Такой миндальный, но вот именно как будто вы едите миндаль. Нет цианидности и нет жарености. То есть он не поджаренный здесь. Как будто в шоколаде, как будто в каком-то десерте. Вкусный, приятный гурманский аромат. Такой женственный. Сам по себе парфюм мне очень нравится. Здесь доминирует тубероза. И миндальные ноты тоже очень хорошо слышны. Я быстро буду о каждом аромате говорить. Хотя бы по минуте, да, чтобы успеть все обозреть. Далее аромат с нотой миндаля. Также это манталь, мокхалат. Это больше аромат для меня про клубнику и про бальзамичность. Он такой бальзамичный, восточный. Здесь пахнет такой, знаете, пенкой клубничной, когда вы варите варенье. Не знаю, я варенье не варю, честно признаюсь вам. Но моя мама, когда я была маленькая, варила варенье из земляники или клубники. И вот эта пенка, она пахла так. Здесь есть миндаль, но я его меньше слышу, чем, например, бальзам. Здесь бальзамы более слышны. И как-то вот носила на днях этот аромат. Не получается у меня с ним запойных каких-то соприкосновений. Такое точечное нанесение, то есть точечное использование. Раз использую, потом долго не пользуюсь. Как-то так у меня с этим парфюмом, но он классный. Классный. И слышится здесь все-таки миндаль. Слышится ореховость именно такая. И вот здесь тоже в этом аромате есть миндаль. Такая миндальная клубника бальзамическая. Далее. Блоссом лав. Амуаж. Еще один миндаль. Здесь цианидность миндаля. Многим слышится цианидность. Я чувствую, да, горчинку миндаля. И какую-то свежинку в аромате. Здесь вообще как бы про вишню, про вишневый цвет, аромат. И обыгрывается здесь ромом и миндальными нотами. И вот здесь именно такая, знаете, алкогольности я слышу меньше. Но вот цветочность, вот этой розовой цветочности, вот этих лепестков розовых вишни, бело-розовых таких. И горчинка. То есть он не горький аромат, но чувствуется здесь миндаль именно как цианидный. Я соглашусь. Я слышу в этом аромате чистоту. Я его воспринимаю как чистый аромат чистоты для меня. Не слышится он мне сильно там тяжелым каким-то. Кстати, люблю его в теплое время года, вот прям в позднюю весну, когда уже тепло. Когда цветение, кстати говоря, вот в конце апреля, в мае уместен этот аромат. Очень классный, хороший такой вот вишневый цветочный аромат. Точнее он не вишневый, он цветочный. Вот цветы вишни. И миндальная составляющая здесь тоже очень сложна. Далее мандерла десетсили. Я недавно вам его показывала в предыдущем обзоре. Пользуюсь сейчас им. Здесь миндальное молочко как будто бы. Такая вот молочность есть, такая пломбирность миндальная. Как будто в морожене присутствует стружка миндаля или там как-то так. Или есть такие вот круассаны, я их очень люблю в ароме у нас, с миндалем. И там миндаль прям плашечками такими, знаете, вот прям тоненько-тоненько порезаны. И прямо они сверху, и внутри крем. Вот как-то так пахнет кремовый этот аромат. Таким вот пломбирно-кремовый какой-то он миндальный. В старте он анисовый, анис дает такой холодок немножко обжигающий. Говорила, что тиктаковость в этом аромате слышу, но это отношение сейчас к делу не имеет. Вот именно что касаемо миндаля, здесь именно как миндальное молочко, именно такое съедобное прослеживается. Аромат такой стойкий, но не сильно шлейфовый, близко сидит к коже. Еще два аромата с миндальной нотой. Это Lost Cherry, конечно же, здесь вишня в старте очень натуралистичная, а потом она раскрывается такими корично-миндальными, чуть ли керными нотами. Она такая прям съедобная. Если вам здесь цианидно, то вот здесь в Badash вам еще более будет доминировать эта нота. Если вам здесь она прям слышна в Lost Cherry, то в Badash вы будете ее еще более сильно слышать, потому что она здесь доминантнее. Здесь миндаль такой марципановый. Вот прям, знаете, как будто вы батончик марципана. Если вы пробовали, то вот это прям батончик марципана здесь. Здесь, конечно, аромат про вишню, но и про миндаль. То есть здесь прям на одном уровне они звучат. Вишня, миндаль и какой-то алкогольный напиток, по-моему, коньяк. Вот прям очень вот эти три ноты, они очень хорошо слышны. Очень слышна ореховость в этом аромате и в этом тоже. Прям миндальность такая очень явная, заметная. Ну, доминантная, доминантная достаточно нота. Нота ореха, она очень уютная, очень согревающая. Она не сладкая, она вот, ну, орехом, да, вот как пахнет орехом, когда, да. Очень так сразу это становится как-то вкусно. Люблю применять это слово к парфюмерии. Ничего не могу с собой поделать. Вот если вкусно, то вкусно. Далее, Crystal Love от Art Collection. Здесь мускатный орех из орехов. И мускатный орех я в парфюмерии просто обожаю. Он дает какой-то необычайный, даже больше, чем миндаль, люблю мускатный орех. Вот это самый мой любимый орех, это мускатный орех в парфюмерии. Здесь пахнет ванильной пудрой, ну, вот такой вот кулинарной, и молочным шоколадом. И как будто в этом шоколаде есть вот ореховость какая-то. Как-то так. Классный аромат, я его люблю. Ореховость здесь прям вот, никогда этого не говорила, кстати, но сейчас, когда дошло дело до ореховых ароматов, я очень-очень сильно слышу эту ноту, ноту ореха здесь, ноту мускатного ореха. Потому что она такая прям вот, если миндаль может играть по-разному, в одном аромате он цианидный, в другом аромате он сырой, в третьем он жареный, здесь аромат мускатного ореха, он такой более, плюс-минус звучит одинаково в ароматах, как я его слышу, вот как-то одинаково. Он одинаково делает аромат вот таким вот уютным, таким вот. Вот, если вот любите мускатный орех, да, и если любите его в парфюмерии, то он точно вам понравится в любом аромате, где он находится. Не так, как миндаль, потому что если миндаль, например, вот такой, и миндаль вот такой, это разные миндаля, миндали, миндали. В общем, по-разному он звучит миндаль. А вот мускатный орех для меня звучит одинаково в любой композиции. Еще один парфюм с мускатным орехом, это Neverendit, the house of food, это итальянский бренд, нишевый. И здесь тоже вот такая уютность от мускатного ореха. Я обожаю мускатный орех, обожаю. Все вот ароматы с мускатным, с нотой мускатного ореха, они какие-то особенные, особенно уютные, особенно теплые. Только на холод, потому что они очень согревают с этой нотой. И такие окутывающие они. Я люблю очень сильно эту ноту. Далее, Gentle Fluidity Gold Maison Francisco Rujan. Здесь тоже, ой, бакару не принесла. Но вы все знаете, что в бакаре в экстракте есть миндаль. Как я про него забыла. Слушайте, мой любимчик, а? Мой парфюмер, да и я. Там же тоже, видишь, миндаль. Принесла бакару. И давайте закончим с Gentle Fluidity Gold. Здесь тоже мускатный орех и ваниль. Можжевеловые ягоды. Но, знаете, здесь вот ваниль такая несъедобная. Она такая более косметическая какая-то, какая-то пыльцовая. Можжевеловые ягоды прям здесь вот хорошо прям слышны. И мускатный орех. Такая уютность в этом аромате присутствует. Очень красивый женственный парфюм. Давайте вернемся к миндалю. Миндаль в бакаре в экстракте. Не помню, есть ли он в концентрации ОДП. Но в экстракте миндаль очень хорошо слышен. И он здесь сразу вот хвойные ноты бьют в нос. Йодистые такие. Миндаль здесь в распылении слышен. Сейчас так из флакона меньше его слышно. Но он в распылении вместе со своей вот этой вот ежевичной карамельностью какой-то слышится миндаль. Миндаль здесь дает ему такой какой-то плотности. Этому аромату. Вот. Очень классный. Очень классный. Миндаль здесь гурманский. Он не цианидный, не такой, не жесткий. И еще один аромат с орехом мускатным. Это идеальный букет. Как у меня такая красота простаивает? Я не знаю, давно этим парфюмом не пользуюсь. Надо вам доставать, потому что сейчас ему самое время. Здесь очень хорошо слышна корица и мускатный орех, и ваниль, и удовые ноты. Ну вот то, что я слышу очень хорошо. Прям корица, мускатный орех. Как же они красиво сочетаются с ванилью. Обожаю. Обожаю. Самая такая, одна из самых красивых ваниль, я считаю. Букет Идеаль. К Серджовка Самарати. Очень красивый аромат. Очень яркий. Доминантный такой. Они вообще все вот эти ароматы, которые я показываю, они очень яркие. Вот нота миндаля, нота мускатного ореха и вообще ореха любого, она придает яркость аромату. Как-то я не встречала парфюм такой, знаете, тихий, спокойный, еле заметный, чтобы была в нем ореховая нота. Ореховая какая-то. Здесь очень все уютно, красиво, слажено. Кстати, у меня вот эти ароматы за счет ноты мускатного ореха, вот эта нота, они мне прям здесь перекликаются очень сильно. Они не похожи по запаху, но вот эта нота, она прям одинаково так прям звучит, красиво. Дальше каштан. У меня три каштана есть, точнее три каштановых аромата. Давайте начнем вот с этого. Солей, оркет солей, томфорд. И здесь прям жареный такой каштан, очень на любителя, я бы сказала. Здесь вообще этот аромат на любителя. И когда он уже развеивается, раскрывается, он пахнет маслом для загара. Вначале, пока аромат усядется, он пахнет и машинным маслом, и какими-то диктярными оттенками, и каким-то производственным, чем-то таким промышленным. С Франк Боклетт сравнивают этот аромат, не с кокаин, по-моему. А что там, какие-то очень лютые вещи про эти ароматы два говорят. Но я слышу, что он не простой, я слышу эту какую-то промышленность в этом аромате. Но когда он насаживается на коже, уже идет работа с кожей, он супер. Меня он полюбил, и я его тоже. Здесь тубероза, взбитые сливки и каштаны. Жареные каштаны, очень жареные каштаны, ну в смысле очень. Есть вот каштаны, а есть жареные прям каштаны, они отличаются. Здесь прям пережаренные каштаны, я бы сказала. Такой непростой аромат. И тоже руки пока до него не доходят, обязательно я их буду пользоваться в дальнейшем. Обязательно, потому что это очень красивый аромат. Он такой доминантный, дорогой, дорого звучит. И заметный, я люблю заметные ароматы, заявлять о себе с помощью аромата. Лучше я так проще оденусь, спокойно там, типа черно-белый такой, или какое-то нюдовое, или серое, что-то такие. И одежда, стиль, лук. Но у меня будет яркий всегда аромат. Я люблю яркие ароматы. Далее, Zadik Valtère, здесь тоже каштаны, но они такие умеренные. Умеренно звучат каштаны здесь. Ой, как же я люблю этот аромат. Прямо расплываюсь в улыбке, вы видите. Это взбитые сливки. Здесь очень сильно слышна нота взбитых сливок. Взбитые сливки, цветок шелкового дерева, который, на мой взгляд, придает глянцевость этому парфюму, звучанию этого аромата. И вот каштаны, сандал, в общем, все, что я люблю. Каштаны здесь не чувствуются жаренности, какой-то горелости. Нет, здесь просто слышится ореховость. И здесь в пирамиде каштаны. Очень хорошо слышится ореховость в этом парфюме, как будто десерт с орехом, с каштанами и со взбитыми сливками. Еще один аромат, это тубероза каштан. Бутиковая линейка Lancome. Здесь прям вот пахнет, здесь три ноты, не помню, какая третья, но пахнет туберозой и каштаном. Вот когда с флакона, вот я с пульвика нюхаю этот аромат, он пахнет туберозой, прям сильно-сильно-сильно. А когда распыляешь, прям 50 на 50 с каштаном. Вот прям каштановая тубероза. Такой очень на любителя аромат, конечно. Но мне такое нравится, мне такое по душе. Пока еще не носила его много, там пару раз распыляла. Просто сейчас не хочу распылять, потому что я буду ближайшие три дня пахнуть этим ароматом от одного распыления. Вот такой он, да. Едкий, прям такая едкая здесь тубероза. Но она вот приглушается каштановыми нотами такими. Не то чтобы приглушается, нет, нота каштана переводит немножко внимания на себя в этом аромате. И поэтому она здесь становится вот гурманская. Когда аромат с орехом, повторюсь, он более такое звучание у него, более, ну, гурманская. Практически все, что я показываю, это или гурманика, или восток. Далее, еще один аромат, Angel Muse. Здесь идут уже у нас лесной орех. И это единственный аромат с лесным орехом, Angel Muse. Здесь такие горькие пачули, которые вот, из-за которых сложно мне носить этот аромат. В туалетной воде, конечно, все попроще, но здесь все глубже. Глубже и такой прям, вот прям, если любите этот аромат, если... Да что ж такое-то? Если любите такое яркое звучание, он вам точно подойдет. Он... Здесь паста. Паста лесного ореха. Такая в стиле нутеллы. Даже нутелла больше шоколадная, но в стиле Sculpe. Ореховая паста и... Пачули, ореховая паста и почули, почули, ореховая паста. Вот так. Но все равно, несмотря на звучание всего двух нот, потому что я больше как-то не слышу здесь ничего. Наверное, здесь все-таки какая-то есть пирамида из более чем двух нот. Но вот я слышу очень сильно ореховую именно пасту, такая вот текучесть в этом аромате есть. И почули. Вот. Тоже очень мало, крайне мало носила этот аромат, несмотря на то, что люблю подобные ароматы из-за почули. И почули во всем виноваты. Хотя люблю почули тоже, но здесь они прям такие сложные даже для меня. Капсула, да, такая красивая. Не хочу от этого аромата избавляться. Придет обязательно его время. Он мне уже несколько лет. И видите, да, то есть вот такое состояние. Но вот как и с этим ароматом, вот немножко сложновато. Но вот с этим ароматом тоже так. Я рада, что у меня всего 10 миллилитров, а не 50 или 100. Но все равно это ароматы, которые я не жалею, я не хочу от них избавляться, не жалею, что они у меня есть. И последний аромат, это у нас фисташки. Тоже у меня всего один аромат с фисташками. Это, по-моему, как-то это всего один аромат с фисташками. Я больше не знаю, какие еще ароматы есть с фисташками. Солейблан Томфорд. Именно версия парфюмерная вода, туалетная вода. Это совершенно другой аромат. У него другое звучание. Вообще про другое там. Здесь фисташки очень слышны. Здесь они дают солоноватость. Мне кажется, они здесь соленые такие. Соленые прям фисташки. Здесь про туберозу. Кокосовое молочко, которое фоном звучит. И фисташки. Знаете, в некоторых ароматах заявляется в пирамиде соль. Здесь как-то гораздо интереснее производитель подошел. Ну, конечно же, это все маркетинг. Когда вот на самом деле все химические вещества, вот эти все, весь этот состав, из которого миксуется пирамида. Но вот интересно все равно, да, в заявленных нотах фисташки. И чувствуется, чувствуется в этом аромате ореховость. Солоноватость такая дают. Вот эти орехи, они дают солоноватость. Прям вижу соленые фисташки. И они вот аромат отсылают к чему-то такому вот морскому отпуску, отпуску возле моря, отдыху. Туда куда-то. Вот каким-то соленым воздухом, бризом пахнет аромат. Или каким-то просоленным полотенцем. В котором питались не только капли морской воды, но и лосьона или молочка для загара. Вот молочное что-то здесь такое есть. Очень приятный аромат. Я считаю его очень необычным таким. Необычное очень звучание. И не всем понятное. Я люблю такие вот странненькие ароматы. Вот столько у меня получается 15 полноразмерных флаконов. И одна вот такая малютка в 10 мл, которой мне хватит просто вот так за глаза. С нотой ореха. Оставляйте комментарии, какие ароматы вы любите, знаете с нотой ореха. Еще один аромат. У меня есть в виш-листе, но я с ним не знакома. У меня такое бывает. Заношу в виш-листе ароматы, которые еще даже не тестировала. Я вставлю его обязательно в картиночку. Не помню, как он называется. Но он идет с кунжутом. И он, знаете, такой семечковый. То есть, семечковый. По-моему, там даже семечки подсолнуха есть. Но кунжут там точно есть. По-моему, дважды. И он как-то у меня идет тоже вот уже не зная аромат. Но вот я представление о нем имею. И как-то он у меня входит вот в эту группу ореховых ароматов. Все, ребятки. На этом все. Прощаюсь с вами. Всем спасибо и пока. Пока.